Советская система образования построена таким образом, что все-таки вас сделали специалистом более-менее широкого профиля. То есть вам давали массу ненужных знаний, массу ненужных знаний, и это было очень хорошо. Потому что в итоге вам дали некое широкое представление о том, как устроен мир, не только на уровне географии, физики, даже вообще о жизни какое-то представление более-менее. 90% это все по тому, что в отвал, но вы не знаете, какие 90%. То есть вы берете в итоге 10% из того, что вас учат, но вы не знаете, где эти 10%, а где эти 90%, которые в отвал идут. Понимаете, в чем дело. И для того, чтобы иметь нормальный ориентированный мозг, нужно иметь очень много лишних знаний, ненужных по жизни, но развивающих голову. А сейчас пытаются делать узкого специалиста. Причем, понимаете, беда в том, что даже если вас делают узкого специалиста, все равно очень большая часть того, чего вас учат, идет в отвал, тем не менее. Но при этом вам мозги не развивают, должным образом. То есть вам многостороннее вот это вот разнообразное мышление не выстраиваются. А потом, смотрите, сколько людей, выпускников советских вузов, потом сделают карьеру в самых разных странах, совершенно не по специальности. И когда там кто-то наш начальник, как будто Путин, как будто Медведев, как будто Прохор, он говорит, какое безобразие, у нас люди работают не по специальности. А я думаю, это же замечательно. Я доказал, что нам было хорошее образование. Если меня учили заниматься историей культуры, а я вот занимаюсь всем другим вещами, вроде ничего получается, значит, я очень хорошо учился, понимаете? Потому что Медведев это образование. Поэтому сейчас очень много, к сожалению, зависит от вас. В вашем поколении уже никаких гарантий нет, потому что уровень образования упала. Но, больше того, даже вот вы придете к очень хорошему преподавателю, а он не сможет вам дать то, что он мог бы дать вам 10, 15, 20 лет назад, потому что нужен контекст. Потому что он дает только свой предмет. Понимаете, вот как вот, он не может оторваться от определенного уровня. Ну, это как бы, значит, вот вы ведете наступление, там вы вырвались далеко и попали в окружение, понимаете? Вот, если вы со знаниями тоже, вот, с преподаванием, вот, я с этим сталкиваюсь, я преподаю тоже, ну, не очень много, к сожалению, или к счастью уже, на самом деле, к счастью. Вот, я знаю, что-то я куда-то вырвался и начал вам сказать какие-то вещи продвинутые, да? А потом понял, что все, я в окружении, да, потому что вокруг людей нет знания, да, так необходимо даже воспринимать это. И в результате вот, да еще одно, значит, образование стало некомплексным. То есть, зачастую, вы приходите в ВУЗ, и есть очень хорошие преподаватели, очень сильные люди, но они, каждый, сильный своей специальности. То есть, вы получаете, в итоге, на самом деле, 5-6, а в 7 отличных специальностей, агроклассных лекторов, иногда замечательных ученых, которые были плохие лекторы, что же бывает, да? Потому что хороший ученый, значит, хороший преподаватель. И наоборот, да? А в итоге системно вы ничего не получите. То есть, и не то, что ничего, но получаете мало. То есть, вы получаете разрозненные знания, там, навыки, тогда. Поэтому, ну, не говоря уже о том, что надо просто бороться против коммерциализации образования, принципиально, потому что там другая логика должна быть, в самом деле. Но, на мой взгляд, я думаю, что это зависит от вас. То есть, вот как вы этот смарт построите? Сможете ли вы вокруг себя, создать вот эту комплексность? В моем колене, ну, с чем-то другом, нам это добавят. У нас много противоположных проблем. Вот вам дают, допустим, знания по официальному маркетингу и юнизму. А вам нужно скорректировать, понимаете, вот здесь о нем соображали. Вот в этой точке что-то надо самому узнать, да? А вот здесь что-то не так. А, то есть, вам дали комплекс, а дальше вы докручиваете сами какие-то отдельные позиции, точки. А сейчас вам наоборот. То есть, он точки вам дает хорошо отдельно, а комплексности, контекста нет. И в итоге у вас уникальный планет достраивать комплекс, а это гораздо труднее, собстоятельно делать очень трудно. И, в общем, в этом смысле я вас еще жалею, простите. Спасибо. 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 Спасибо.